Господа и Спасителя. И у нас с вами есть великая привилегия служить в этом направлении и видеть то, что Бог делает в наши дни. Аминь. Вас это восхищает? И я хочу зачитать еще одну вещь. Вы знаете, что на самом деле есть две жатвы. Две жатвы. Это написано в Откровении в 14 главе. 14 глава книги Откровения. 14, с 13 стиха. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе». Очень странный оборот. Мертвые, умирающие в Господе. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Ну как мертвые могут умирать? О чем здесь говорится? Апостол Павел говорит, «Если буду хвалиться, то крестом Христом, которым для меня мир распят, а я для мира». То есть на самом деле я уже мертвый для этого мира. И здесь написано, «Скажи, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе». Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Кто из вас хочет быть блаженным? Тогда умирайте для этого мира. И живите в Господе. А умереть для мира можно только в Господе. То есть если вы не в Господе, вы в мире. Если вы в Господе, то вы отделены от мира. Тогда вы мертвы для мира. Аминь. Дальше написано, «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Подобный. Почему подобный? Почему подобный Сыну Человеческому? Потому что на самом деле Он Сын Божий. Но Он во всем стал как человек, кроме греха. Он был во всем подобный нам. Но на самом деле Его природа, Он Сын Божий. Но и Сын Человеческий. Поэтому Он подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец. В руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящей на облаке серп свой на землю, и земля была пожат. Жатва на земле созрела». Здесь говорится о жатве пшеницы. И мы с вами соработники на небе. И земля, она созрела. И вы знаете, что это будет самая величайшая жатва в истории человечества? Я читал книгу Рик Джойнера «Жатва». И он пишет удивительные вещи. Он пишет, что мы живем во времена, когда происходит невероятная жатва. Мы себе даже представить не можем масштабы этой жатвы. То есть это величайшая жатва. И за все, за вот эти вот 14 лет Господу пришло людей больше, чем за 14 лет. Чем за 2000 лет с начала церкви. За последние 14 лет Господу людей пришло больше, чем за 2000 лет со дня основания церкви. Вас восхищает? Но это еще не конец. Это только начало. И пришло время жатв. Я слышал статистику, что у Бонкин за неделю Крусейдов покаялась в Африке где-то около миллиона человек. И Дух Святой сходил не с шумом ветра, а с шумом товарного поезда. Было полтора миллиона человек, по-моему, в собрании. И оператор, который стоял на вышке, его чуть не сдуло с ветром. С такой силой сходил Дух Святой. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком и воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. Истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий». О чем здесь говорится? Тоже о жатве. И вы знаете, нету третьей жатвы. Тех, которые воздержались от первой и второй. То есть есть две жатвы. И если мы не пожнем, то будет пожита вторая жатва. Поэтому, пожалуйста, впрягайтесь в жатву. «Пришло время жатв, ибо жатва на земле созрела». Превозношение и преобладание – это правильные характеристики. То есть я доминирую, я подавляю вас, я управляю вами, помимо вашей воли. Это есть доминирование. Манипуляция – я достигаю своих целей, используя неправильные методы. Я ставлю у вас такие обстоятельства, когда вы принимаете решение, ну, помимо вашей воли. Ну, не только под давлением. Это может быть без давления, просто вынужденные. То есть и… Ну, это не Божий путь. Ну, и контроль. Когда… Вы знаете, есть Божий контроль. И есть не Божий контроль. Когда я начинаю контролировать вашу жизнь, контролировать ваши финансы, контролировать все, что происходит в вашей жизни. Да. Но есть такое место в Библии, они проникают даже до внутренней жизни человека. То есть это вот это вот контроль. То есть контролировать всю жизнь. Вы знаете, Бог, Он так не поступает. Но это поступает зверь. И зверь хочет держать все под контролем. Ну, и вот эта вот система 666, что нельзя будет ни покупать, ни продавать. То есть это система всеобъемлющего контроля. То есть это то, что позволяет контролировать всю человеческую жизнь. Все, что вы делаете, оно будет под контролем. Это то, чего хочет дьявол. Ну, Иоанна 3, третье послание Иоанна 9.10, там говорится о Диатрефе. Помните, да? Диатреф. Это имя что-нибудь говорит вам? Нет? А кто читал третье послание Иоанна? Имя Диатреф вам ничего не говорит? Ну, давайте посмотрим, что там написано. Ну, что, для меня это удивительная характеристика. Может быть, потому что я пастырь церкви. Смотрите, я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Павел не называет его пастырем. Любящий первенствовать у них Диатреф. Что это такое? Любящий первенствовать, любящий доминировать. Это характеристика зверя. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. Что он делает? Он манипулирует церковью. Он поносит кого? Апостолов христовых. Он поносит любимого ученика. Он поносит того, чье имя написано на основании небесного Иерусалима. И не довольствуясь тем, и сам не принимает, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Он контролирует церковь. Он контролирует жизнь людей. И он контролирует людей во всем. То есть, они принимают братьев, которые приходят из апостольской церкви. И что он делает с этими братьями? Он изгоняет их из церкви. Там написано. Точно так же. То есть, есть те, которые любят первенствовать. Есть те, которые начинают контролировать церковь. Есть те, которые начинают подавлять церковь, отлучать людей, чьи взгляды противоречат взглядам вот этих людей. Хотя эти взгляды, они не противоречат Писанию. То есть, эти люди, они ставят себя на место Бога. И Писание говорит о Диатрефе. И вот здесь вот очень четко и ярко мы видим характеристики этого зверя. И обратите внимание, где это происходит. в церковь. И это было уже в апостольские времена. То есть, и мы с вами должны быть очень внимательны к таким вещам, чтобы этого не происходило в нашей жизни. И я хочу, чтобы вы понимали, что мы с вами живем в центре сражения. То есть, мы находимся в центре сражения. И когда мы приходим ко Христу, то есть, в нашей жизни начинают возникать определенные ситуации. Почему? Потому что мы попадаем в гущу сражения. И некоторые люди, они говорят, слушай, ну пока, если я был неверующим, у меня было все нормально. Почему? Когда я стал верующим, это все обрушилось на меня. Потому что ты попал в гущу сражения. И ты занял правильную сторону. И тот, который был господином, вдруг потерял свою власть над тобой. И что он будет делать? Он будет стараться взять под контроль. И Клайв Льюис говорит, что дьявол использует две тактики. Первая тактика, во что бы то ни стало удержать нас от принятия Христа. От принятия спасения. Вторая тактика, во что бы то ни стало, когда мы приняли Христа удержать нас от активного служения. То есть это очень важно. И в Писании написано, что планы нам его не безызвестны. И сейчас, вы знаете, очень важное время. И если мы сейчас с вами попадем под контроль Духа Зверя, то когда придет Зверь, мы его примем. Это очень просто. То есть, когда появится этот Зверь, мы не сможем ему противостоять. если мы с вами будем под контролем Духа Зверя в нашей личной жизни, то когда появится Зверь, у нас не будет на самом деле выбора. Этот выбор мы делаем с вами сегодня. И на самом деле миру предстоит сделать сделать очень простой выбор. И этот выбор между Агнцем и Зверем. И Ешуа говорит, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это Дух Агнца. Я кроток и смирен сердцем. И мы с вами должны научиться у Ешуа. И у меня есть к вам очень такое простое предложение. Сейчас есть очень хорошая книга. Называется История трех царей. Кто из вас считал эту книгу? Никто. Возьмите обязательно. Эта книга, она есть и в продаже, и эта книга, она, ну, издана. Ее даже, по-моему, издало какое-то, кроме христианского издательства, еще какое-то мирское издательство. История трех царей. Написал Эдвардс, по-моему. Эдвардс. Вроде бы. История трех царей. Там описывается взаимоотношение между Саулом и Давидом, и Давидом и Весоломом. И вот там раскрывается вот этот вот характер Агнца в жизни Давида. Характер Давида. Это очень интересная книга, и я мало читал таких христианских книг вот такого уровня. И она вам поможет понять, ну, вот этот вот характер Агнца. И миру предстоит сделать очень простой выбор. Или Агнец, или зверь. Ну и можете посмотреть на Аргентину, то, что сейчас там происходит. То есть, в начале был Агнец, белый всадник. Сейчас, то есть, ситуация, она такая, очень неуправляемая. То есть, сейчас зверь. И Иисус говорит, кто не со мной, тот что? Против меня. Кто не с Агнцем, тот с кем? Со зверем. То есть, на самом деле, выбор очень простой. Кто не с Иисусом, тот уже со зверем. То есть, и это не выбор. И нету середины. Нельзя отсидеться. Во время Второй мировой войны требуется быть кем? Верными. Вы званные и избранные. И в Писании написано, что дары и призвания, они непреложны. То есть, Бог дает дары и призвания. Но от нас требуется что? Быть верными, да? Да? Таланты получили все, да? Кто пять, кто три, кто два, кто один. Каждый получил по силе. Но Бог ожидает, чтобы мы были верными. И что Он говорит этому рабу? Неверный раб. Неверный и лукавый. Потому что ты не исполнил то, что Я тебе сказал. И Бог ожидает от нас верности. И я вам хочу сказать одну очень серьезную истину. Не обольщайтесь. Со временем не будет легче. Легче. Со временем. То есть, чем вы будете становиться более зрелыми во Христе, это не значит, что ваша жизнь будет становиться легче. То есть, чем дальше вы идете, тем больше будет давления. И противник, с которым вы будете сталкиваться, он будет все более опытный. Но пропорционально давлению растет сила. Мы переходим от силы в силу, от веры в веру. Понимаете, да? То есть, легче не будет. Но сила будет больше. И вы знаете, что вы уже победители? То есть, вам нужно просто пребывать в этой победе. Вы уже победители. Уже. Евангелие от Иоанна. Первая глава. С 29 по 34 стих. С 29 по 34. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Се есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить водить, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем? Тот есть крестящий Духом Святым». Я видел и засвидетельствовал, что Се есть Сын Божий». На кого сошел Дух Святой? Он сошел на Агнц. И на ком он пребывал? На Агнц. Вы знаете, мы живем во времена, когда Дух Святой сходит на многих. Но пребывает ли он там? Дух Святой может пребывать только там, где есть природа Агнца. Вы хотите, чтобы Дух Святой, он пребывал на вас? Тогда вам нужно иметь эту природу. И Дух Святой может пребывать только на том, кто имеет природу Агнца. Природа Агнца. Иисус говорит, «Я кроток и смирен сердцем». Я хочу с вами посмотреть Матфея, пятую главу. Там говорится о Нагорной проповеди. Нагорная проповедь. И Нагорная проповедь лучше всего выражает природу Агнца. И смотрите, что говорит Иисус. «И Он, отверзшие уста свои, учил и говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». У меня есть очень хороший курс по Нагорной проповеди. Разбор Нагорной проповеди. И слово «нищие» это буквально обозначает «нищие». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вы знаете, это все, что противоречит мирскому представлению о блаженстве. Это противоречит мирским стандартам. Нищие, они что, блаженны в мире? То есть в мире блажены те, которые преуспевают. Которые доминируют и манипулируют. Но Иисус говорит, блаженны нищие духом. Блаженны те люди, которые не понимают, что они нищие в духе. И для таких есть Царство Небесное. То есть эти люди, они ищут, они жаждут. Иисус говорит, кто жаждет, иди и пей. А если ты не жаждешь? Если ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды? Блаженны плачущие. Ибо они утешатся. Блаженны кроткие. Что, кроткие блажены в мире? В мире блажены не кроткие. В мире блажены те, которые знают свое место в этом мире. В мире блажены те, которые никому не уступят свое место под солнцем. Да? Но Иисус называет блаженны кроткие. Ибо они наследуют землю. И обратите внимание, кроткие, здесь не написано, они завоюют землю. Они наследуют землю. Они наследуют землю. И вы знаете, Иисус не завоевывал землю. Он наследовал землю. И вы помните, как молился Иисус в Гефсимании? Он говорил, Боже, пронеси чашу сию, но да будет воля Твоя, а не моя. То есть, он в самые тяжелые ситуации в своей жизни, он оставался кротким. Он был верен, да? До смерти и смерти крестной. Он смирился до смерти и смерти крестной. И посему Бог превознес его. При выше имени, при выше всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. За что Бог превознес Иисус? За его смирение. Он смирился перед Отцом. Он был кроток. Как агнец он был введен на заклане. То есть, он был смиренным. И поэтому он превознесен превыше всего. И Нагорная проповедь, она выражает природу агнц. Иисус называет блаженными тех, кого в мирском понимании вряд ли можно назвать блаженными. Откровение 3 глава. 7 стиха. Там описывается две церкви последнего времени. Две церкви последнего времени. Филадельфия. И какая вторая? Лаудокия. Вы знаете, как переводится Филадельфия? Филадельфия состоит из двух слов. Филио. Любовь. Или братская любовь. И Адельфус. Брат. Адольф происходит от речи другого слова. Адельфус. Брат. Братолюбия. Алаудокия переводится как Лаус народ. Правление народа буквально. Перевод. Алаудокия. Правление народа. Ну, да. Это демократическая церковь. Адельфус брат. Алаудокия. Правление народа. Записали, да? Я зачитаю, что написано в Откровении. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы. А лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Вас не восхищают эти слова? То есть, я думаю, что для любой мессианской общины эти слова, как елей на сердце. Да? И поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Откуда используется все евреи и великие стихи? Ну, мы же не говорим об отцах церкви. Мы говорим о том, что говорит Ишуа. Аминь. То есть, это написано в Писании, и это Писание. И я хочу вам задать один вопрос. Является ли современный иудаизм Божьим движением? Нет. То есть, что это? если это не Божье движение. То есть это движение антихрист. И основной дух, который действует в современном иудаизме, какой? То есть я серьезно вам говорю, не заблуждайтесь. То есть это реально так. Я ничего не имею против евреев. Я знаю, что Израиль это Божий народ. Но я знаю точно так же, что любому еврею, как и нееврею, надо принять Ишуа своим Господом и Спасителем, чтобы быть Божьим народом. То есть нет другого имени, данного под небесами, которым нам бы надлежало войти в спасение, спастись. Есть только одно имя. Ишуа говорит, я дверь. Я есть путь, истина и жизнь. И приходящего ко мне не изгоню вон. И только через него мы можем прийти к Отцу. И обратите внимание, что говорит Иисус. Знаю Твои дела. Вот я отворил при Тобою дверь, и никто не может затворить ее. Кто-то может затворить дверь, если Ишуа ее отворил? То есть дверь открыта. Даже если соберутся все цари земные, они не смогут закрыть эту дверь. Селенок маловато. И дальше он говорит. Ты немного имеешь силы. И сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Но ты имеешь эту силу, и дверь открыта. Делай то, что ты можешь. И служение будет расширяться. И сохранил слово мое. То есть мы должны хранить его слово. И не отрекаться от его имени. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. То есть они познают, что Господь нас любит. И так ты сохранил слово терпения моего. То и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И вы знаете, в теории о раннем восхищении церкви, это место используется как вот, то есть ты сохранил слово моего терпения, а я сохраню тебя от этой годины. Но вы знаете, что на самом деле в реческом оригинале здесь написано? Я сохраню тебя внутри, во время этих искушений. То есть я сохраню тебя в этих искушениях. Понимаете? То есть я сохраню тебя в искушениях. Но я не уберу тебя от искушений. Я сохраню тебя в них. И дальше он говорит, все гряду скоро. То есть во время этих испытаний я буду скоро. Ожидай меня, дождись меня, потому что я буду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи, что имеешь, чтобы венец не украли. Понимаете? То есть венец приготовлен. Господь говорит, то есть держи то, что ты имеешь. Храни мое слово. Используй мою силу. Храни мое имя. Не отрекайся от моего имени. И я сохраню тебя, и ты получишь свой венец. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Кто из вас хочет быть столпом в Божьем храме? Пребывать постоянно в Божьем присутствии? И он уже не выйдет вон. Кто из вас хочет жить постоянно в Божьем присутствии? Постоянно пребывать в этом Божьем храме? Так есть возможность. Но необходимо быть побеждающим. И он уже не выйдет вон. То есть ты войдешь в это святое святых. И ты будешь пребывать там постоянно. То есть Божье присутствие, оно будет просто протекать через тебя. Ты будешь просто пребывать в этой шахине. То есть это реальность. Но реальность победы. И напишу на нем имя Бога моего. И имя Града Бога моего. Нового Иерусалима. Нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. На нем. Хотите, чтобы у вас было написано? Помните, у первого священника была золотая табличка, на которой было написано что? Святыня Господа. А вы знаете, что в Иерусалиме даже на лошадиных уборах будет написано Святыня Господа? Это то, что было написано у первого священника. Но Бог хочет, чтобы мы пребывали в Его присутствии. И Он говорит, если ты будешь побеждать, ты будешь пребывать в Нем постоянно. И я напишу. На нем имя Бога моего и имя Града Бога моего. То есть люди будут смотреть на тебя и говорить, да. Это вот. Гражданин небесного Иерусалима. У него же на лбу написано. Прочитайте. Ну, будет у тебя на лбу написано. Он самый. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Ухо имеет, тогда слушайте. Ангел в лаудокийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божьего. Я вам хочу сказать один очень важный принцип. Правление в церкви – это не правление народа. Вы знаете об этом. То есть демократия и демократическое правление – это не правление церкви. На сегодняшний день у нас в государстве при регистрации уставов требуется, чтобы мы указывали вот эти вот все принципы. Ну, в нашем уставе написано, что наше правление, оно не демократичное. То есть у нас не демократия, у нас теократия. У нас царство Божье. Царство Божье, оно имеет царя. Бог царствует. И Он принимает решения в церкви. Он глава церкви. И вы знаете, что церковь не выбирает апостолов, церковь не выбирает пророков. Я вам скажу даже больше, церковь не выбирает пастыров. Вы знаете об этом? Лаудыкия – это правление народа. Сейчас очень распространенный метод, когда церковь выбирает себе пастыря. Это не так. А если они будут не согласны, чтобы он был пастырем? И что? Так, я извиняюсь. Чего он ищет? Он ищет мнение людей или он ищет, чтобы исполнять волю Божью? Апостол Павел говорит, если бы я убеждал людям, я бы не был рабом Господним. Кто избрал апостола Павла? Кто избрал 12 апостолов? Кто рукополагал служителей? Кто избирал этих служителей в Писании? Здесь единственное место, кого избрала церковь. Семь дьяконов, которые занимались служением милосердия. Это то, что я вижу в Библии. А в 13 главе Деяния апостолов я читаю. Дух Святой проговорил церкви, отделите мне Савла и Варнаву на дело, которое я их призвал. Я вам скажу, что церковь Нового Завета не выбирала меня пастырем. И когда я стал пастырем, церкви еще не было. Я вам скажу больше, я никогда не собирался быть пастырем. То есть я не думал, что так будет. Но так получилось. Есть такая еврейская пословица. Равен, которого не хотят признать в город, это не равен. А равен, который дается, что он не признать в город, это не что. Это не что? Нет. Так вот, читаем Лаодокию. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. А вы знаете, что в Ветхом Завете используется это слово? Так говорит Бог истинный. Там в оригинале буквально стоит, так говорит Бог Аминь. А здесь говорит Аминь, свидетель верный и истинный. То есть буквально это титул Божий из Ветхого Завета. Вы можете посмотреть в Иврите, там написано, где написано Бог истинный. Вот там стоит слово Бог Аминь. А здесь говорит, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. То есть если он является началом создания Божия, он не является созданием. Вы понимаете? То есть через него все начало быть, что начало быть. Если через него все начало быть, что начало быть, значит он не начал быть. Он был до того, как что-то начало быть. Понимаете? Он является началом. Но он не является первым творением. Он является началом. И мы говорим, в начале. Что в начале? В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было у Бога. Вот это начало. И он говорит, знаю твои дела. Ты не холоден, не горячий. Если бы ты был холоден или горячий. Но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверхну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот две церкви последнего времени. И здесь есть очень важный момент. Белая одежда. Белая одежда. «Чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Белая одежда – это праведность святых. То есть, о чем говорит Аминь? Она говорит, что церковь далеко неправедна. То есть, тебе необходима эта белая одежда. Тебе необходимо мое золото. И тебе необходимо видеть. И мы с вами нуждаемся в том, чтобы видеть. И одеваться не в свою праведность, которая как запачканная одежда, а одеваться в праведность, которая приходит от него. И праведность – это то, с чего ткется свадебный наряд невесты. Помните? Невеста, которая приготовила себя, облеклась висом, светлый и чистый. Да? Вот это вот та праведность, из которой ткется это платье. Но пока с платьем не сложилось. Материальчика не хватает. Но мы с вами живем во времена, когда все будет становиться на свои места. Откровение, пятая глава. С первого стиха. Так, 11.50. У нас перерыв вроде бы, да? Ага, тогда перерыв. Никого достойного ни на небе, ни на земле, ни под землей. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Обратите внимание, что говорит Иоанн. Я много плакал. То есть это то, что сокрушало мое сердце. Я понимал, что в этой книге написано что-то очень важное. И не было никого, кто мог бы. И один из старцев сказал мне, не плачь, успокойся. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. И может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Кто был автором этой книги? Сам Бог. Он написал эту книгу. И открыть эту книгу мог только Агнец, который победил. И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И как вы думаете, кого ожидал увидеть Иоанн? Вот лев из колена Иуды, корень Давидов, он победил. И Иоанн поворачивается, и кого он видит? Он видит Агнец, который является самой сильной личностью во всей вселенной. Агнец, как бы закланный. И вы знаете, что Иисус не воскресил Себя Сам. Он был воскрешен Отцом. Агнец, как бы закланный. И это очень важный момент. И кто из вас хочет дойти до престола? Кто из вас хочет сесть на престоле вместе с Агнецем? Вам необходимо пройти через крест и дать Ему воскресить вас. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вам необходимо умереть для себя и быть воскрешенными силой Божьей. Чтобы сила воскресения, она действовала через вас. А сила воскресения, она действует только через смерть. То есть нам необходимо с вами соединиться с смертью Христа, чтобы соединиться с Ним в Его воскресенье. И в современном мире действуют две силы. Дух Агнца, или Дух Святой, как здесь написано. Которые, имеющие семь рогов и семь очей, которые суют семь духов Божьих, посланных во всю землю. Почему семь духов Божьих? На самом деле есть один Дух Божий, но это семь основных Его проявлений. И об этом мы читаем в книге пророка Исаия. В 11 главе, по-моему. 11 глава Исаия. Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его. Корень Давидов, да? Вот он. И почует на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду отчей своих. Вот этот вот Дух Божий. Семь – это число полноты. Это Божье число. И этот Дух, который послан во всю землю. И это Дух Агнца. Ну и помните, в Писании написано, кто Духа Христова не имеет, тот что? Тот не его, а чей тот? Дух зверя. И Дух зверя характеризуется захватничеством характеристики Духа зверя. Захватничество, доминирование, контроль, манипулирование и порабощение. Я повторю. Характеризуется захватничеством, захватничеством, доминированием, контролем, манипулированием и доминированием. Ой, я извиняюсь. Захватничество, доминирование, контроль, манипулирование и порабощение. Я просто прочитал дважды одну и ту же строчку. Манипулированием и порабощением. И этот Дух преобладает в политической жизни, в бизнесе, в жизни этого мира. Этот Дух, Он преобладает. А какой Дух преобладает в нашей жизни? А на этот вопрос Вы можете не отвечать. Вы себе ответьте. И здесь нету золотой середины. То есть просто посмотрите на себя. И просто оцените себя в свете Божьем. Это очень важно. И однажды нам с вами будет предоставлен выбор, как это было с Израилем. Помните, Пилат предоставил им выбор? Выберите. Царя Иудейского Или Вараву. Вы знаете, что обозначает Варава? Бар-аба. Сын отца. А кто сын отца? Да? Варава. Сын какого отца? Ишуа говорил книжникам и фарисеям. Отец ваш дьявол. И Варава это сын достойный отца. Человека-убийца. Кто был Варавом? Он был убийцей. Он был человеко-убийцей. И что кричали люди? Вараву. И у вас будет выбор. Или агнец. Или человеко-убийц. Но самое страшное, что к тому времени выбор уже будет сделан. И когда придет Антихрист, он найдет много последователей. И вы знаете, что на самом деле очень многие люди, они уже готовы принять Антихриста. Для них это уже не выбор. То есть на самом деле для них это уже не выбор. то есть они сделали свой выбор и это решение уже принято. Но самое важное решение это то решение, которое мы с вами принимаем. И большое начинается всегда с малого. И это принцип Священного Писания. Верный в малом, он верный в большем. Верного в малом над многим поставлю. То есть это принцип. Если мы не верны в малом, как вы думаете, будет больше? А верность в большем будет? То есть не будет. То есть если мы не верны в элементарных вещах, мы не будем верны в великих вещах. Если мы не верны в повседневной жизни, мы не будем верны в каких-то великих событиях. То есть все очень просто. Верность начинается в небольших вещах. И вы знаете, кто из вас слышал о пробуждении в Уэльсе? Ну есть такая книжка Рик Джойнера «Мир в огне». Эван Робертс. Он что-то говорит? Говорит. То есть это пробуждение, которое было в 907 году. И вы знаете, насколько я понимаю, с этого пробуждения началось пробуждение на Азуза-стрит. Это тот огонь, который пошел по всему миру. И вот это движение, оно началось в начале 900 года. Это то самое пятидесятническое пробуждение, которое началось в этом мире. И там был очень сильный поток Святого Духа. Там было очень сильное движение. И Эван Робертс был один из лидеров этого движения. Ну и если вы прочитаете книгу Рик Джойнера «Мир в огне», вы поймете, что произошло в духовном мире и что дьявол сделал, чтобы просто убрать его. И дьявол сделал очень простую вещь. Он просто сначала убрал Эвен Робертса из этого пробуждения. И потом просто все остановилось. И он провозгласил такой девиз «Церковь, склонись, мир, покорись». То есть пробуждение на самом деле это не пробуждение неверующих. Это пробуждение церкви. И мы с вами говорим о пробуждении. Что такое пробуждение? Что такое пробуждение? Пробудить можно того, кто спит. Да? Да? есть евангелизация, есть проповедь Евангелия. И когда неверующие приходят в церковь, это не называется пробуждением. Пробуждение, оно происходит среди верующих. Это называется евангелизация, евангелизм. Когда неверующие начинают приходить в церковь. Но мы с вами говорим о пробуждении. Пробуждение это когда церковь начинает пробуждаться и занимать свое место. Когда церковь начинает склоняться перед Богом. Когда церковь начинает ревновать. Когда церковь начинает жаждать. И когда церковь начинает пробуждаться. Смотрите. 53 глава Исаии. Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона. Вот это вот пробуждение. 52 глава, 1-2 стихи. Ну и потом еще помните, восстань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. То есть это пробуждение. И пробуждение должно изменить церковь в двух направлениях. В двух направлениях. Первое направление. Это Эфесянам, 1 глава, 22 стих. И там написано, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви. И в Эфесянам, 1-22, 1 глава, 22 стих. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви. Я хочу вас спросить, кто поставил Христа главой церкви? Это выбор или нет? Это выбор, но Божий выбор. Мы принимаем этот выбор? То есть Христос, Он глава церкви. Это не выбор. То есть это то, что Писание говорит. И Христос должен быть главой церкви, главой всякой церкви. И когда Христос глава церкви, церковь становится церковью. Понимаете, да? Иисус должен принимать решение, а мы должны его исполнять. И очень важный принцип Писания. В Писании написано, что Бог все совершает по изволению своей воли. Это первая глава, одиннадцатый стих. «В нем мы и соделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли». То есть Он совершает то, что Он хочет. И Бог благословляет то, что Он совершает. Понимаете? Бог благословляет то, что Сам делает. Кто меня понимает? И поэтому займите правильное положение. То есть очень часто мы просим, чтобы Бог благословил то, что мы делаем. А Бог говорит, мой совет состоится, и то, что Я задумал, Я сделаю. Не то, что мы задумали, Он сделает. А то, что Он задумал, Он сделает. Понятно, да? Второе. Изменится невеста. Изменится невеста. То есть пробуждение, оно должно произвести две вещи. Первое. Христос должен стать главой. И второе. Должна измениться невеста. Это Откровение, девятнадцатая глава. Откровение, девятнадцатая глава. И там написано. С шестого по восьмой стихи. И слышал я, как бы, голос многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя. Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Наступил брак Агнца, и жена что? Приготовила себя. Кто приготовил? То есть Бог приготовил невесту. Невеста приготовила себя. И дальше написано. И дано было ей облечься в висон чистый и светлый. Висон же есть праведность святых. То есть и дано было ей облечься в этот висон. Висон же есть праведность святых. Кто дал ей облечься в этот висон? То есть Бог дал ей такую возможность. Ей дано было время, чтобы она себя приготовила. И висон – это материя, да? А материя – она из праведности. И невеста должна себя приготовить. Наша праведность – это ткань, из которой будет пошита наше платье. И я хочу зачитать одно место из пророка Исаии. Исаия. 59 глава. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелило для того, чтобы слышать. Но безыкония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо ваши руки осквернены кровью, и персты ваши безыкония. Муста ваши произносят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц, их умрет, а если раздавит, вылезет ехидна. Такое интересное место, да? Паутины их для одежды негодны. И они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. То есть, мы можем ткать висан и облекаться в этот висан, а можем ткать паутину. Да? То есть, паутина – это дела неправедные. То есть, и очень важное решение, что мы ткём – паутину или висан. Висан – это праведность святых. Это наши правильные поступки. Это наша праведность. И вы знаете, что есть два понятия праведности. Есть праведность вменённая, и есть наша праведность. И в Откровении написано в 21 главе. И там написано в 22 главе с 10 стиха. 22, да, я извиняюсь. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть ещё делает неправду, нечистый пусть ещё сквернится, праведный дотворит правду ещё, и святой да освящается ещё. «Се гряду скоро, и возмездие моё со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть, праведный дотворит правду ещё. То есть, вы должны производить эту правду. И помните, я вам зачитывал 2 Коринфянам 5, 21. Там написано «Не знавшего греха, он сделал грехом за нас, чтобы мы в нём сделали с праведностью Божьей». То есть, когда мы принимаем Иисуса, что мы получаем? Мы получаем праведность. Мы становимся праведными. Бог ставит нас на вершину этой праведности. То есть, помните, закон никого не сделал совершенным, ибо законом познаётся грех. То есть, человек своими усилиями не мог подняться на вершину. Поэтому была дана заповедь о жертвоприношении. То есть, возмездие за грех смерти. Умирали животные, чтобы человек мог быть праведным, чтобы человек мог пребывать в Божьем присутствии, чтобы Божье присутствие могло пребывать среди Израиля. И поэтому в Йом-Кипур первосвященник входил с кровью в святое святых, чтобы очистить народ, чтобы Бог мог пребывать там. Понимаете, да? Но Новый Завет начинается на лучших обетованиях. Мы уже наверху. Мы уже на самом верху. И мы должны с вами пребывать на этом верху постоянно. И вы знаете, что Бог сделал? Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И мы с вами должны жить по Духу. То есть мы с вами должны пребывать на этой вершине. Как мы можем пребывать на этой вершине? Подчиняясь Духу Святому. Понимаете? То есть когда мы подчиняемся Духу Святому, что происходит? Мы праведные. Мы пребываем на вершине. Мы пребываем в Божьем присутствии. И наша одежда, она висан чистой и белой. И следующее место, это Откровение, 6 глава. 6 глава с 12 по 17 стихи. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачным, как влосениц. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. Говоря горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять? Вы знаете, какая самая страшная личность во всей Вселенной? Какая? Разгневанный Агнец. Кто из вас когда-нибудь видел Агнца разгневанного? То есть, такого не бывает. То есть, разгневанный ягненок. То есть, вы можете себе это представить? То есть, ну, львенок, он может там разозлиться, разгневаться. А ягненок – это абсурд. Но здесь, смотрите, что происходит. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как влосеница. И у нас сделалось, как кровь. То есть, это приметы Дня Господня из пророков. То есть, это то, что описывают пророки. День Господень, великий и мрачный. День воинского крик. День трубных глаз. Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоклы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. Вы можете себе представить эту картину? То есть, небеса, которые сворачиваются. И я вам честно говорю, мне очень трудно это представить. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. То есть, мы себе даже представить не можем, что это такое. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные, скрылись пещеры и ущелья гор. То есть, они забились куда только можно. И говоря, горами камням падите на нас, и закройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять? Кто может устоять в этот день? Это очень важно. Поэтому готовьтесь к этому дню сейчас. Потому что тогда устоять вы просто не сможете. Поэтому помните, что милость, она превозносится над судом. И я хочу еще дать некоторые моменты насчет Антихриста. Антихрист. Антихрист в греческом языке состоит из двух слов. Приставка «анти» и «Христос». Слово «анти» обозначает, по-гречески, да, обозначает против, против Христа, да, анти, против Христа. И второе значение этого слова, очень интересное, вместо Христа. Анти – это не просто против, но и вместо. То есть, антихрист – это то или что занимает место в нашей жизни, которое принадлежит Христу. Тот, кто занимает место Христа, он антихрист. Ну и апостол Павел называет его «человек греха, сын погибели». И есть очень серьезное мнение, что Антихрист, скорее всего, придет из церкви. Из церкви. То есть, это будет религиозный лидер. И еще одна очень важная деталь. Кого Библия называет «человеком греха»? Еще. Кого? Аминь. А кто был Иуда? Ааа. Вначале. Кем был Иуда? Он был апостолом. Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Понимаете, да? И он – образ того человека погибели. Поэтому мы с вами должны быть очень внимательны к тому, что происходит. И я вам хочу показать еще один пример, как исчисляется число 666. У меня здесь есть пример с нейроном. И в еврейском языке нету гласных. Ну, возьми микрофончик. А я нарисую, потом ты сможешь. Нерон на еврите пишется так. Ну, больно. Нерон. И дальше его титул. Нерон, кесарь. Ну, приблизительно так. То есть тут не очень удобно писать. И я покажу вам цифровые значения. Н – это 50. Р – 200. Кей – 100. Валв – 6. И син – 60. И сумма получается 666. Ну, вот приблизительно вот так вот вычисляли имя, цифровое значение. 50, 200, 60, 100, 6. И вот так вычисляли цифровое значение имени. Ну, это пример в истории с Нероном, как можно считать. И в греческом, и в еврейском.